МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои хорошие! Гамарджоба! Сегодня мы расскажем вам грузинскую сказку. Называется она Худкунчула. А вы знаете, что означает в грузинском языке Худкунчула? Это ловкий, шустрый и сообразительный малый. Было или не было, жили на свете девять братьев. Жили они бедно-пребедно, без отца, без матери. И в домишке их было пусто. Пошли братья наниматься в работники. Долго ходили, устали, присели у дороги. А по дороге шла старушка с кувшином воды. Подбежал к ней младший из братьев Худкунчула и попросил. Дай нам напиться, бабушка, ради твоих детей. Налила ему старушка воды. Кто вы такие, все друг на друга похожие? Куда путь держите? – спрашивает старушка. Мы, братья, бабушка, идем кусок хлеба добыть. Не знаешь, может, кому-нибудь нужны работники? Идите все прямо-допрямо, через речку перейдете, попадете к деву. Говорят, ему пастухи нужны. Дев в грузинских сказках – злое огромное косматое чудище с человеческим телом, иногда с несколькими головами. Пошли братья прямо и к вечеру дошли до реки. Река широкая, глубокая, а мостик через реку узенький, старенький. Перешли братья мостик и попали во владение дева. А дев и сам навстречу им поспешил. Он нарочно говорил, будто работников ищет, заманивал к себе людей. А тех, кто приходил в пастухи наниматься, он съедал. Накормил дев братьев ужином, уложил спать и сам улегся. Не спит дев, ждет, когда братья уснут, хочет их спящими съесть. Заснули братья, один худкунчула не спит, за девом следит. Кто тут спит, а кому не спится, спрашивает дев. Мне не спится, отвечает худкунчула. А чего тебе не спится? Твои гуси гогочут, спать мне не дают. Пошел дев, проглотил всех гусей. И опять спрашивает, кто тут спит, а кому не спится. Мне не спится, отвечает худкунчула. А чего тебе не спится? Твои коровы мычат, спать мне не дают. Проглотил и коровки. В третий раз спрашивает, кто тут спит, а кому не спится. А мне не спится, отвечает худкунчула. Чего же тебе не спится, спрашивает дев, а сам аж зубами скрежет от злости. Кони твои ржут, спать мне не дают. Только вышел дев во двор, худкунчула разбудил братья и говорит, бежим отсюда поскорее. Дев нас съесть хочет. Встали братья, одеялись и тихо выбрались во двор. Спрятались там за деревьями, ждут. Проглотил Дев коней и вернулся в дом. Подкрался худкунчула и запер дверь на задвижку. Побежали братья к мостику и слышит, вслед им коза кричит. Убегают братья, убегают! Схватил тогда худкунчула козу и помчался без оглядки. Услышал Дев, как кричит коза, кинулся к постели. Нет, братьев. Бросился к двери, может открыть. Стал выламывать дверь, никак не выломает. Наконец выломал и погнался за братьями. Вот-вот настигнет их. Перебежал худкунчула мостик и остановился. Знает, не может вступить громадный Дев на узенький ветхий мостик. Сбежал негодник, кричит Дев. Обхитрил тебя, да еще и сбежал. Хохочет худкунчула. Пошли братья дальше. Пришли они в город и нанялись конюхами на царскую конюшню. Почистит худкунчула коней, а потом играет с козой. Волшебная коза на все вопросы по-человечески отвечает. Услышал царь, как худкунчула с козой разговаривает и приказал отобрать у него козу. А худкунчула говорит царю, зачем тебе коза, государь? Я лучше тебе ковер из дома Дева принесу. Да будь сначала ковер, может и отдам козу, отвечает царь. Отправился худкунчула к Деву. Притаился во дворе и ждет, когда тот на охоту уйдет. Только ушел Дев, пробрался худкунчула через окно в дом. Был у Дева на тахте красивый пушистый ковер. Худкунчула утыкал иголками весь ковер и снова спрятался во дворе. Вернулся Дев, опустился отдохнуть на ковер и подскочил от боли. Пересел на другое место и опять накололся. Куда не сядет, везде колется. Разозлился Дев, схватил ковер и швырнул в окно. А худкунчула тут как тут. Подобрал ковер и бегом к мостику. Увидел Дев худкунчулу, погнался за мальчиком, да не успел поймать. Перебежал худкунчула в мостик. Сбежал негодник, кричит Дев. Обхитрил тебя, да еще и сбежал, хохочет худкунчула. Прибежал мальчик во дворец, принес ковер. Очень понравился царю ковер. Но не вернул он худкунчуле козу. А только подарил ему войлочную шапку. Завидно стало братьям. У худкунчулы шапка новая, а у них старые, рваные. Вот и говорят братья царю. У Дева много ценных и диковинных вещей. Худкунчула ловкий. Прикажи ему принести еще чего-нибудь. Велел царь худкунчуле принести все сокровища, какие есть у Дева. Хорошо, государь, говорит худкунчула. Уложу все сокровища в сундук и притащу сюда. Одень только меня эмеретинцам, мастерам. И дай плотничий инструмент. Эмеретинец, ребят, это житель западной Грузии. Вырядился худкунчула эмеретинцам. Взял пилу, топор, доски и отправился в путь. Дошел он до владений Дева и стал ходить по лесу, пока не повстречал самого Дева. Ага, попался худкунчула, кричит Дев слорадо. Что ты? Какой я худкунчула? Пропадем пропадом, говорит худкунчула. Из-за него царь мне чуть голову не снес. Обещал я сделать царю сундук, который будет летать и вовек не развалится. Влез в него царь, а сундук и развалился. Это негодник худкунчула все гвозди повытаскивал. Попадись он мне, тут же его придушу. Слушай, смастери мне сундук. Поймаю худкунчулу и засажу в него, просит Дев. Худкунчула сколотил сундук и говорит Деву. Ну-ка, полезай, проверим, крепкий ли получился сундук. Влез глупый Дев в сундук, стукнул по дну, крепко сделано. А теперь присядь, говорит худкунчула. Я закрою сундук, посмотрим, сумеешь ли ты выломать крышку головой. Глупый Дев присел, а мальчик заколотил крышку гвоздями и говорит. Не грусти, не горюй, прокачу тебя к царю. Опять ты меня провел, худкунчула, заревел Дев. Конечно, обхитрил, да еще как, хохочет худкунчула. Подкатил худкунчула сундук прямо ко дворцу царя. Обступили сундук царь и его придворные Назир Визири. А худкунчула взял тем временем большой кусок каменной соли и залез на высокую чинару, что росла во дворе. Сидит наверху и ждет, какая будет потеха. Открыл царь сундук, а оттуда как выскочит разъяренный Дев. Накинулся он на царя и Визири и проглотил. Стал потом Дев искать худкунчулу. Слышит, смеется он где-то наверху. Задрал голову Дев и видит, мальчик на самой верхушке дерева сидит. Надрывается со смеху. Слушай, худкунчула, как ты забрался так высоко? Удивляется Дев. Очень просто. Лег под дерево, положил себе на грудь вот эту глыбу соли, видишь у меня в руках, и взлетел. А мне как забраться? Ложись под дерево, я сброшу соль, ты положишь ее на грудь и взлетишь сюда. Разлегся глупый Дев под деревом. А худкунчула сбросил большой кусок соли прямо на него и пробил Дева. Спустился худкунчула с дерева и стал хозяином царского дворца. Братьев своих сделал Назир Визирин. Богатство Дева поделил между ними, и стали они жить мирно и счастливо. Вот так, мои хорошие. Ум и сообразительность побеждают злую силу. Горе туда, радость сюда. Шелуха там, ам-ка-нам. До свидания, мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова